так всем привет всем привет так кто остался на этом канале без кляксы да кто не уехал смотрите у нас все жить пойдем показывать пойдем показывать мы даже расколотили домик обратно потому что здесь у нас поселился замечательный сосед здравствуйте мистер рыжуля ну что облава тебя не боюсь ну чё ты учу ты боишься чё братан теперь рыжий решил здесь пожить у нас до рыжий ты на два дома будешь жить но молодец жучно мы пойдем гулять с тобой нарядился да пойдем 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 вот так вот так видите снеговик здесь все здесь жучка рыжий все здесь клякс только с мякишем нету ждем от них новостей так у нас снежок жучок жить иди покажи жучка бороду себя отрастил да жучка ты чё бородатый стал жучка ты бородатый бородатый да молодец молодец он такая бородинку те молодец молодец он хорошенький но у нас снежка насыпала немножко жучка он лежит снежки он машину всю нашу замело так а рыжий где по ним поглядим вот и рыжий дремлет рыжий дремлет с тапочки сейчас будем их кормить сейчас сейчас добрый день дорогие подписчики специально для канала эльин день мишки уже год вот такой красавяк живем мы с ним на даче сегодня вот такая чудесная погода вы знаете даже жить хочется когда утром встаешь а лес какой прекрасный не передать словами все белым усеяно все как игрушечная да миша мишанька весит уже наверно по 40 килограмм вот такой коневый раз и вот это его перекресток вот это его перекресток он сюда все время выходит вот там отложиться под углом и на четыре стороны смотрит и не дай бог тут придут деревенские собаки или еще кого-то он тут заметил домишами никого чужих не пропускают на что ты что-то хулиганишь тихо нация энергии у него придет из него энергия караул это играется со мной то это еще и зубами плацать тебе дам ухты какой страшный прогуляемся пошли прогуляемся вперед и у меня дрова видеть как фигурно выложены соседи ходят фотографирует все прибыл опа вообще без проблем видите как оставил ему вот здесь вот дырку еще он когда надо бежит гуляет когда надо прибегает вот у него нету такого уже прямо строгого графика но я считаю что это заставляет у собаки что это заставляет собаку думать самой принимать решение он поэтому такой умный поэтому такой прикольный это такая своеобразная методика воспитания их можно сказать экспериментальная это собака для моих нужд понимаете мне не надо чтобы она как в цирке бегала на задних лапках сесть встать ко мне он знает сидеть он знает он меня слушается практически беспрекословно но мешку слушаешься слушай только дрова тягает войду гоню сейчас мешку догоню поймаю все все боже мой поскальзывается вот этого у него заскок среди зарезавета ну куда молодец 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 я тебя поймаю дурки начались кто это несется кто это несется вот так вот мы умеем играться вот так мы играем за вот так мы бегаем молодец молодец тут палочка валяется куча кстати откуда же справа оказалась палочек куча валяется а во его игрушка еще с детства мешать разошелся 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 собака разошелся я тебя поймаю дурачок дурачок ну что а я тебя догоню я тебя догоню волчара натуральный я тебя догоню вот он умеет бегать красиво ух спортсмен молодец миша хороший отдых кстати подшерсток такой что вот так на земле может лежать часами я в окно смотрю он лежит на земле ну блин выхожу сгоняю его до мишка от студии себе что-нибудь мне потом возишь с тобой мишенька мишенька медик иди-ка иди-ка мне моя собака это хорошая собака да миша красивый язык и здоровяк и это башка у него еще будет полтора раза больше конечно псина будет серьезно что-то на носу я сейчас освещаю очень интересную тему что вам паразиты придумали причем это уже не теория заговора это уже люди конкретно договариваются конкретно озвучивают и честно страшновато даже когда все это смотришь потому что россии там вообще даже близко не упоминается сразу задается вопрос а почему поэтому кому интересно заходите подписывайтесь буду рад умным зрителям до мешали всего доброго появимся еще как будет что-то интересное ну чё рыжулька чё вскочил сейчас вам водички надо налить кушать буду давать сегодня пока еще не холодно так сегодня видите пока только пять градусов но вообще я смотрел 8 градусов был написан 8 до 7 ждем пойдем пойдем кушать будем снега навалила до снега навалила жучу ну что ты мой хорошенький что ну как твои делишки как делишки ну пойдем будем кушать пошли пошли так ну чуть-чуть он сейчас расскажу щас жучка набесится так но в плане разноса пищи конечно стало намного проще тут далеко нам не ходить до рыженький рыженькому положить да с капельками рыжима с капельками положить и жучка хочет уже лезть конечно конечно пойдем 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 тебе витаминку там таблеточку положили кальций да твой пойдем пойдем и хорош чё чё скачешь пойдем будем кушать сейчас вот в этом плане конечно полегче стал ну не то что прям вот тяжело мне было с кляксой с мякишем нет конечно не тяжело единственная проблема у меня было это то что зима и ну как бы они там не мерзли все-таки сейчас будет минус 19 вот уже в среду будет минус 19 у нас за рыжего тоже страшно ну рыжий рыжий то он привыкший кот бывалый не где-то там свои места есть он все знает куда залезть то есть он то уже тут четыре года вот а клякс с мякишем конечно в этом плане не устроены вот сейчас их показывать я думаю смысла нету мякиш сидит на шкафе наверху мякиш на шкафе сидит даже мякиш на шкафе клякс тоже куда-то забилась мама не может найти второй день ну такая адаптация тут с этим ничего не поделаешь так что в общем нужно только ждать в любом случае там за три дня кошка с голоду не помрет если она ничего есть не будет вот ну будет привыкать потихонечку выходить она же не умрет вы же понимаете кошка не умрет на шкаф залезть и все и отказаться от всего такого же быть не может будут потихонечку адаптироваться тем более клякса мы видим что клякса домашняя кошка вот и и в лоток сходила и дверь пыталась открыть вот но теперь нам осталось как-то рыжего изловить но ему хотя бы глазки нужно его бы к ветеринару конечно свозить но я чего-то думаю что это бесполезно да рыжулька так ну а нам чё нам нужно тут все расчищать снега навалило помощников то от вас помощники из вас плохие да что и жучки что из рыжего помощники так себе поэтому придется сейчас все расчищать здесь самому жуч все расчищать придется самому вот ну и расскажу вам опять кое-какие новости я значит на связи с натальей хозяйкой мякиша да на связи что она рассказала что у мякиша действительно как я и предполагал началась течка вот так вот да видите очень странно на самом деле сколько там этой кошечки полгода даже нет полгода ну может полгода действительно а уже началась течка так что рыжий не зря рыжий иди сюда покажись не зря ты за ней охотился да не зря мой хорошенький ну ну что ты там на чет там сидишь ну ну что рыжий так и не определиться где же мужей то ли в тапке то ли в своем домике то ли в домике кошечек я там конечно расколотил не знаю давайте схожу посмотрю давно уже туда не ходил у снеговика завалило где шапка твоя друг мой сердечный жучка иди-ка сюда жучок давай давай все котов нету ты можешь теперь тут спокойно жить ты же хотел занять место помнишь хотел занять место он миска с водой так и не вылета так ну расколотил рыжий конечно в домике его не видел но наверху сидит вот наталья рассказывала что тоже что-то вроде дров у нее получилось мякиш сидел на шкафу до мяч сидит на шкафу там у него и мисочка и все но он привык вот здесь на шкафу сидеть и у наталья на шкафу сидит вот ну что еще говорит незаметно вышел на лоджию ну лоджия естественно закрытая вот но сами понимаете что лоджия это холодная до лоджия то холодная а мякиш привык холоду вот в чем дело в квартире ему жарко мякиш привык холоду и вышел на лоджию где там минус 3 минус 2 градуса было и ночевал там вот так но это я такие вот новости рассказываю которые наталья мне говорит снимать мякиша ну не знаю есть смысл снимать его с испуганными глазами комментарии чтобы были нелицеприятные ну наверное тоже наталья не очень хочется вот как будут какие-то подвижки обязательно видео с ними ну как начнет там кушать как начнет приживаться конечно адаптироваться непросто и тут нужно время клякса я говорю тоже мама не может ее найти то есть куда-то она делась то ли под ванну залезла ну а мама ну уже возраст сами понимаете тут всю квартиру разбирать или что там ванну разбирать чтобы ждать чтобы вернее посмотреть куда клякса залезла и из одного места сейчас вытащишь она в другое место залезет потому что боится вот рыжий как боится видите только чуть-чуть шажок к нему делаю все рыжий убегает хотя он на своей территории а клякс приехала вообще в чужую квартиру где кошка где все и незнакомо так что вот так вот нам нужно сейчас ждать единственное что ждать вот температура у нас меняется у нас вот в среду через два дня можно сказать уже будет температура минус 19 градусов ночью ну это я считаю что прохладно ну для кошек уж точно прохладно не знаю комфортно были им было бы здесь в такую температуру нет ну в любом случае мы их отвезли ну и теперь будем только ждать что с ними произойдет привыкнут отлично не привыкнут ну заберем их обратно в дрова здесь домик не разбирается вот но единственное что видите у клякс сейчас течка мой не у клякса а у мягче течка стерилизовать сейчас ее нельзя во время течки то есть нужно в любом случае ждать вот и сюда ее если даже привести ну если да я говорю если сюда и мы привезем то ее нельзя здесь оставлять с рыжим во время течки любом случае нужно ждать пока эта течка у нее закончится ну вот а у меня вот такие вот архаровцы остались жучка до рыжий жучка до рыжий да мои друзья жучка вот она рядышком и рыжий тут рядышком так ну неудобно мне жучу одной рукой то да 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 дома хорош не удобно мне одной рукой снимать тебя а другой рукой снег убирать сейчас уберем и снежок и с тобой сходим погулять с тобой сходим погулять и рыжему какую-нибудь вкусняшку дадим да и рыжему вкусняшку дадим ножичка черты чё чё мои хорошенькие хорошенькие вот ну я понимаю что тут еще у зрителей некая обида такая что вот подсадил на канал и отдал кошек ну я тут что могу сказать вы же тоже не будьте эгоистами это же животные не для вас здесь не для развлечения хотя я уверен много каналов где животных берут для некого контента для развлечения вот и лис заводят и енотов да кого только не заводит вот и делают вид что нашли маленьких котят которые там бедные в коробке вот зимой их выкинули но на самом деле я я эти ролики так читаю такие постановы ну просто для меня это так очевидно хотя в комментариях смотрю зрители пишут какие же вы молодцы что вот нашли котят и не выкинули их а там типа заботитесь они хотя те же котята которые не знаю там и сетка их обмотали сделали вид что они такие бедные несчастные чтобы зрители пожалели или в какую-то коробку засунули снегом припорошили и как будто вот они вот такие вот котята в коробке где-то там снегу нашлись то есть каналов таких масса я не буду конечно называть что это за каналы но для меня прежде всего конечно важна была кошачья судьба чтобы им было хорошо ну будет им хорошо у натальи и у мамы мои отлично не будет хорошо ну пожалуйста я их сюда же помещу и все пусть они в дровах живут мне они не мешают кормить там я не разорюсь на кошачьем корме во всяком случае вот да проблема была бы со стерилизацией то есть где-то их нужно передержать вы понимаете если кошек стерилизовать я же не могу их вот сюда принести их нужно либо в клинике держать пока они не придут в себя вот ну жучку нам отдали например в таком состоянии полу 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 наркоз такой то есть она вроде оклемалась но еще хромала то есть ну как-то ножки у нее подкашивались одно дело это летом другое дело зимой понимаете да кошку под наркозом нельзя просто взять и положить в дрова она начнет там с этих дров слезать навернется ее дровами засыпет то есть в этом плане конечно мне немного неудобно и если бы я их стерилизовал я бы конечно их содержал бы вот в этом помещении то есть как предбанник некий ну да там постелил бы им и там денек другой третий может с попоной они бы там пожили конечно это было бы неудобно и для них и для меня но не в этом дело вот ну а так отдали будем ждать что у них что у них вообще будет будет ли у них хорошо не хорошо в общем и уже с этого будем и плясать как говорится до жучка будем плясать отсюда как будут кошечки наши адаптироваться так что вот так ну а что нибудь с контентом для зрителей мы придумаем что-нибудь придумаем даже сейчас будет время мы подумаем придумаем вот может кого-нибудь и заведем еще до кого не заведем у кого на анжелу у кого вернее не будет у на кого у анжелы не будет аллергии вот потому что я же уже не раз говорил что у анжелы астма и аллергия на кошачью шерсть и на собачью шерсть так что в доме к сожалению держать никого мы не можем так ну чуть-чуть под расчистил так вот чтобы ходить можно было ох физическая нагрузка ну а чего у нас смотрите тут вот рыжий чуть-чуть обосновался уже видите он где сидит посиживает где котики сидели мои там и рыженьки сейчас сидит ручка он бездельничает ручка хватит дурака валять хватит валять дурака вот так что ну как многие говорят свято место пусто не бывает ну может рыжий ближе к весне еще кого приведет он сидит ведь на пенопласте но в домике его ни разу не видел ну поживем увидим как говорится так жучка веселиться бегает даже чок да у тебя зима ты зиму любишь да в снегу поваляемся а в снегу кто это поваляет с нами а жучка в снегу поваляемся все жучку закопали и помчался помчался жучок ну жучок и куда ты помчался жучка ну что мой хорошенький ну что мой хорошенький резвишься резвишься да резвишься ну все вот так вот рассказал вам последние новости какие у нас происходят снега у нас навалило вон сколько видите жучка радуется жучки единственно кому от снега хорошо вон хвостом виляет да жучок да мой хорошенький ты радуешься ну хоть кому то хорошо да от снега мне убирать этот снег да рыжему по этому снегу пробираться из одного места в другое ну а жучки просто поваляться все друзья увидимся с вами как я уже говорю в будущем всего вам хорошего пока